После того как из-за нехватки боеприпасов Украина вынуждена была выводить свои войска из Авдиевки, на западе трохи зашевелились и сначала Германия, а позже Франция заявила о передаче Украине вооружений в том числе и боеприпасов. А также стало известно что Чехия заявила о том что нашла на мировом рынке для Украины 500 тысяч снарядов 155 мм и 400-122 мм и для их покупки нужно лишь финансирование, но не об этом сегодня а о том что солнечная Дания также заявила о передаче Украине всей своей артиллерии. Так, премьер-министр Дании Мэтти Фредериксен на полях Мюнхенской конференции безопасности заявила что ее страна передала Украине всю свою артиллерию и призвала европейские страны передать боеприпасы и системы ПВО, поскольку они Украине сейчас нужны больше. Об этом она сказала во время выступления на седьмом украинском ланче в Мюнхене. Глава правительства Дании заявила, что в вопросе передачи Украине вооружения которые ей нужны сделано недостаточно, а европейские лидеры часто ссылаются на проблемы с производством оружия как препятствие увеличению поставок и говорят больше о наращивании производства. Но Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы Дане решили передать Украине всю свою артиллерию, поэтому простите друзья, но в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы и системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине заявила Фредериксе. Она добавила, что независимо от того что происходит в США и Европы сама должна нести ответственность за себя и свою безопасность и делать больше. Для тех кто не в курсе напомним, что в прошлом году Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Цезарь новой версии которые были у нее в наличии, а именно 19 единиц. И вот нам стало интересно, а что еще из артиллерии вообще есть у Дании кроме того что она уже раньше передала Украине. И как оказалось информации очень мало если не сказать нет. У Дании точно не так давно было 24 САУ М109 и 6 пушек М101. Имеется также 20 единиц 120 мм тяжелых минометов М10К6Б1 и 75 60 мм минометов ЛМТМ-06. Кроме того, около года назад было объявлено что Дания планирует купить у Израиля САУ Атмос. А также у гордых викингов точно есть на вооружении мобильные 120 мм минометы на базе БТР Пирана. В общем ребята, понятно что израильский САУ Атомоздания не передаст Украине и наверное их еще и нет физически в ее вооруженных силах. Вообще непонятно что с этим контрактом. А вот еще плюс 95 минометов для ВСУ это хоть и немного но полезно так что зачет. И самое интересное это передадут ли датчане нам колесные минометы на базе Пираны. Это очень полезные были бы девайсики для нашей армии. Тихо приехал, за пару секунд развернулся, отстрелялся и за пару секунд свалил. Очень подошли бы они сейчас украинским военным в тех условиях ведения боевых действий которые мы имеем сейчас. Поэтому друзья, хотим пригласить вас на наш второй резервный канал по ссылке под видео. Нам нужно там набрать 4000 часов просмотров так что у кого есть время тот может посмотреть там пару роликов за что мы будем вам очень признательны. Ну и подписаться, поставить лайк и колокол чтоб приходили сообщения на этом и том втором резервном канале. Субтитры сделал DimaTorzok